Что будет с сосудами, если кушать по три яйца каждый день? Сосуды выдержат, но не у всех! Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Вы можете некоторые мои книги купить через интернет. А сегодня я решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» И решил рассказать, что будет с сосудами, если кушать по три яйца каждый день? Если одно яйцо — это три дневные нормы холестерина? Что будет с вашими сосудами, если кушать по три яйца в день? Реакция сосудов на такое питание, а также полноценное усвоение и доставка полезных питательных веществ из куриного яйца вашим клеткам зависит от вашей генетики. От возраста, от пола, от экологических условий, особенностей образа жизни как минимум. Холестериновая теория развития атеросклероза известна. А сердечно-сосудистые заболевания — номер один среди причин смерти. А в одном курином яйце сразу три суточных нормы холестерина для взрослого человека. И что будет с сосудами, если кушать по три яйца в день? Вам страшно? Теперь на таком диетическом продукте, как куриные яйца, нужно ставить большой жирный крест? Ни в коем случае! Даже если у вас нарушен липидный обмен! Рано развивается атеросклероз сосудов! Среди кровных родственников часто умирают в возрасте до 60 лет от инфаркта. А врач-кардиолог, учитывая вашу генетику, запрещает вам есть куриные яйца — НО! Вы можете оставить куриные яйца в своем рационе! Только если знаете полезный совет и секрет диетолога. Есть один секретный способ употребления куриных яиц, который предупреждает появление или тормозит развитие атеросклероза в сосудах. И об этом вы узнаете в этом видео. В том числе. НО! Начну по порядку. Абсолютные противопоказания к употреблению куриных яиц — аллергии на яйца. Все остальные противопоказания — относительные. Что будет, если кушать по 2-3 яйца каждый день ребенку? Если у ребенка в хорошем состоянии поджелудочная железа, печень, желчный пузырь — сосуды у ребенка не пострадают. А 2-3 куриных яйца в день обеспечат активный рост и развитие. Особенно если ваш ребенок ведет активный образ жизни. Занимается спортом физическим. Либо интеллектуально активен. Что будет, если кушать по 3 яйца каждый день подростку, если отсутствует угревая сыпь, показывающая плохое состояние печени, желчного пузыря и поджелудочной железы? Куриные яйца продолжают оставаться в рационе как диетический продукт питания. Иначе начинается лечение угревой сыпи, которая может перерасти в лечение и угревой болезни. Что будет, если кушать по 3 яйца каждый день здоровой женщине до климатерических проявлений? Это активная профилактика депрессии. Улучшение внешнего вида кожи, волос, зрения, состояния суставов. А что с сосудами? Так женские гормоны не дают холестерин накапливаться на стенках сосудов. До климакса женщина этого сомнительного удовольствия лишена. Что будет, если кушать по 3 яйца каждый день здоровому мужчине? Если мужчина ведет здоровый образ жизни в широком смысле этого слова? Иными словами, знает как правильно дышать, как правильно пить воду, как правильно питаться для обеспечения тех видов деятельности, которыми он занимается, то 3 куриных яйца каждый день — это прекрасное дополнение к здоровому рациону питания. А холестериновый лецитиновый индекс в куриных яйцах больше единицы. Иными словами, лецитин в более значительном количестве представлен, чем более опасный холестерин. И это показывает, что атерослероз сосудов такому мужчине не угрожает. Его сосуды в полной безопасности, пока он здоров. Если же образ жизни у мужчины не самый здоровый, тогда даже одно куриное яйцо в сутки может способствовать развитию атерослероза сосудов с паспортного возраста 25 лет. Сегодня много факторов способствуют резкому омоложению атерослероза сосудов. И значимые для вас нужно выявлять и устранять. И чем более взрослый мужчина — тем больше сложностей и ограничений. И на вопрос «Что будет если кушать по 3 яйца каждый день мужчине?» Правильный ответ вы уже знаете! Активное развитие атерослероза в сосудах с высоким кардиологическим риском. «Что будет если кушать по 3 яйца каждый день женщине в предклимактерическом, климактерическом или постклимактерическом периоде жизни?» Однозначного ответа — нет! Реакция сосудов зависит от того, какой образ жизни и какая система питания были до возраста в 35 лет. Когда у большинства женщин гормональная система работает хорошо. Если образ жизни был уникальным — тогда ответ на вопрос «Что будет если съедать по 3 яйца каждый день?» Сосуды женщины активно начнут изменяться. И если до 50 лет мужчины по сравнению с женщинами безусловные чемпионы по частоте инфарктов, то к возрасту 60 лет женщины, сохраняя прежний образ жизни, легко догоняют мужчин по частоте этого не самого простого диагноза. Что делать если ваша генетика способствует раннему развитию инфаркта миокарда? Нужно правильно употреблять куриные яйца. Холестерин накапливается только на стенках поврежденных сосудов. А подготавливает фундамент в сосудах современной экологии. И беспечное к ней отношение. Поэтому секрет диетолога. Если нарушен липидный обмен — вы утром натощак употребляете одно куриное яйцо. И только в сыром виде. Днем и вечером за 10-15 минут до еды процедуру повторяете. Употребляете только белок одного куриного яйца. Белок куриного яйца — прекрасный сорбент для экологических токсинов. Экотоксины — один из факторов, вызывающих появление на стенках сосудов пенистых клеток. Именно пенистые клетки и служат основанием атерослеротической бляшки. А вот употребление желтков в данном случае нужно ограничивать. До тех пор, пока не улучшится работа печени — контролирующая липидный обмен. Что будет, если кушать по 3 яйца каждый день? Теперь вы знаете правильный ответ для себя лично. Ответ оказался не таким простым, как многие себе представляют. Просто ешь яйца куриные — и будет тебе счастье! На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поделиться видео в соцсетях. Возможно поставить на него лайк. Я думаю оно того стоит. А я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко!